Звёздный завтрак У меня была химическая завивка Вот такие до плеч Кудрявые волосы Моя первая жена Стала парикмахершей И экспериментировала на мне И делала завивку Больше 10 лет я ходил с химией И с длинными волосами А комфортнее в таком образе А в том удалом Тогда было достаточно удобно С химией, потому что Можно было встать с постели и пойти на сцену Когда химия поджимывала, что особенно Ухаживать за этим всем не надо Виктор Анатольевич, внимательно следим за вашим инстаграмом Очень переживали, когда у вас украли Любимую гитару Как, где она нашлась? Потому что пост вы выложили А как вообще Её украли? Как это произошло? Расскажите, это где-то случилось на выступлении Или из дома вашего вытащили У меня в Риге квартира, поскольку я рижанин У нас родительская квартирка В Риге И я когда-то привёз туда гитару Причём гитара-то легендарная С которой я играл Свой юбилейный концерт в 11-м году В Кремле Вот, в общем, такая гитара С историей И я её привёз в Ригу Ну, чтобы на самолёте не возить Потому что я несколько раз в год в Ригу приезжаю И иногда делаю там концерты Вот Я решил, пусть она там лежит Ну и вот она Квартира у нас на первом этаже И товарищ залез на балкон Разбил окно Вот негодяй, а Порылся, порылся Там брать, собственно, нечего Но вот лежала гитара Зачем ему нужна была 12-струнная гитара Непонятно Ну, в общем, понятно Он её продал там за какие-то 3 копейки А как же она вернулась к вам? Как это произошло? Да, ну, во-первых, мы сразу подняли всю общественность Рижскую Вот И была задействована и полиция И друзья, и комиссионные магазины В общем, как-то отслеживали эту историю В конце концов Человека поймали У него оказалось 260 эпизодов Ой, ничего себе Прям совсем хулиган-хулиган Да-да-да, профессия такая В общем, человека уже посадили Но радости от этого Да и, в общем, собственно, и не было никакого злорадства Просто инструмента-то не было Но мой старший сын, который в Риге живёт Он держал руку на пульсе И где-то на границе уже с Латвией В общем, ему позвонили Он съездил В общем, нашёлся человек Который в результате цепочки Эту гитару купил за 200 евро Хотя гитара гораздо дороже стоит И, в общем, мой старший сын Макс Максим Выкупил эту гитару У человека за 200 евро И привёз опять в Ригу То есть ура! Вот что значит ваш инструмент Он к вам же потом и вернулся Гитара ваша же потом История совершенно фантастическая Но, по идее, такого не должно было быть Такого не бывает, да? Но оно случилось А сколько вообще у вас гитар, Виктор? Я знаю, что там несколько у вас любимых даже гитар У меня шесть гитар, по-моему, да И у каждой своя задача Так Вот, одна есть музейная Такая Андрея Михайловича Хомячкова Гитара Первая моя мастеровая гитара На которой я сфотографирован На которой я играл свою первую пластинку Ещё на фирме «Мелодия» Вот А потом у меня есть гитара специальная для улицы Есть гитара специальная для концерта Есть специальная для дома И для студии Ну, в общем, вот А правда, что вы в своё время играли на скрипке с Тардивари? Не правда Не правда, да? Не было такого вообще никогда Виктор Анатольевич Год 2018 Сегодня у всех это спрашиваю Вот для вас Он чем запомнился? Какие знаковые прошли, может быть, мероприятия в этом году? Рассказывайте Не то, чтобы знаковые Во-первых, это был юбилейный год Так 30 лет на сцене С каким чувством вы это только что? 30 лет на сцене 30 лет на сцене И поэтому с самого начала года его до окончания Он так и считается юбилейным годом Потому что 1 сентября 1988 года Я из артистов Из инженеров ушёл в артисты 30 лет прошло В связи с этим случился 17 ноября Мой юбилейный концерт в Кремле Который я успешно отыграл И вы собрали целый Кремль? И целый Кремль И 3 часа чистого Чистого кайфа Чистого времени Если с перерывом, то 3,5 часа То есть хороший такой, настоящий Это был первый кремлёвский ваш концерт? Нет, первый был в 2011 году Когда я 50-летие своё отмечал Вот как раз на этой гитаре, я же говорю Я играл в Кремле В 2011 году Дальше Дальше идёт Следующим пунктом Восемнадцатый год Я женился Да вы что? Так это первым пунктом Должно идти, Виктор Что же вы умалчивали-то об этом? Давайте так Сейчас небольшая пауза А к этому пункту Мы обязательно подробнее вернёмся Дороги Деда Мороза Внимательно, очень внимательно Мы следим за перемещениями Дедушки Мороза Каждый день устанавливаться В одном конкретном городе И с собой везёт подарки Для слушателей радиошансон Это эксклюзивные именные Новогодние шары И сегодня отгадывать Пункт назначения Конечный пункт назначения Дедушки Мороза Будет наша слушательница Лидия из города Братск Лидия, утро доброе Здравствуйте Здравствуйте С наступающим вас Новым годом Спасибо огромное И вас тоже с наступающим праздником Поздравляем, Лидия Вам сегодня будет помогать Виктор Третьяков Потому что он сегодня у нас в гостях Можете поздороваться с артистом любимым Здравствуйте, Лидия Люблю Виктора Третьякова Здрасте, Лидия После того, как поможет выиграть Новогодние шары Ещё больше полюбите И следите за знаками, Лидия Итак, внимание, Лидия Эта небольшая улица На северо-востоке Москвы Была названа по фамилии Одного из домовладельцев Конца девятнадцатого века Ближайшее метро В Москве Алексеевское Главная достопримечательность Это эфирная студия Радиошансон Итак, где же находится Студия Радиошансон В Москве? На какой улице? И для вас три варианта ответов Это улица Тверская Это Столешников переулок Либо это Зубарев переулок Тверская улица Лидия, если бы Радиошансон Находилась на Тверской Мы бы, наверное, я не знаю Получали бы Огромные мешки с золотом Нет, пока до Тверской не доросли Либо Столешников переулок Либо Зубарев переулок Виктор Антуш, ну помогите, пожалуйста Ну что же Как-нибудь более подробно-то Помогите Лидии Она же всё-таки из Братска А тут у нас Московские улицы обсуждаются Ну, либо Столешников переулок Либо Зубарев переулок Лидия, вы видите Вот на Зубаревом переулке Что-то с Виктором Третьяковым Всё случается Всё кашляет и кашляет Мне кажется, неспроста Лидия, и так Где же находится эфирная студия Радиошансон? Наверное, он подсказывает На Зубарева Ну, неинаверное Совершенно точно Да, Зубарев переулок Здесь находится эфирная студия Радиошансон Лидия, мы вас поздравляем С наступающим праздником И с удовольствием Отдаём вам Эксклюзивные новогодние шары От Дедушки Мороза Ура! Ура! Дороги Деда Мороза На Радиошансон Виктор Анатольевич Ну, раз уж говорили Про 2018 год Так не все же события Вы упомянули Которые у вас произошли У вас же альбом ещё вышел В 2018 году Ну да, в этом юбилейном году Вышел и очередной альбом Он называется Альбом номер 12 А почему номер 12? Хороший вопрос Во-первых, это красиво Во-вторых, это правда Потому что Это 12-й альбом Это 12-й мой номерной альбом Потому что есть всякие там Избранные Там МП-3 Сборники И всё такое А вот А вот ещё б на нём бы 12 песен было А то всего 8 Вообще было бы по совпадению А сколько написано Столько и вошло Я на самом деле Не привязываю себя к стулу И пишу по Вот как пишется Так и пишется Ага Поэтому за отчётный период Было написано 8 Они и вошли В новый альбом Но мне кажется Что тоже неплохой альбомчик Получился Песни разные И вот Песня Клин В хит-параде Шансона Радио Шансон Мне это очень нравится То есть Возможно Даже вы 20 апреля Попадёте В Кремль И удостойтесь Той самой золотой статуэтки Шансон Будем смотреть Будем надеяться Да Заходите на сайт Голосуйте Песня Клин Да действительно Песня находится в хит-параде А мы встречаемся 20 числа В государственном Кремлёвском дворце Виктор Анатольевич Как в вашей семье Отмечают Новый год Раз уж Такие предпраздничные У нас дни пошли Расскажите Есть какие-то Особенные традиции Быть может Это случается Не каждый год Мы живём за городом Но если всё совпадает То все члены нашей семьи Собираются Так Да И тогда происходит Следующее действие Мы Всей семьёй Лепим пельмени Серьёзно? Да В ночь на 31 Или как это происходит? 31 числа На самом деле Это очень такая Классная штука И я всем советую Если у вас есть Ну большой стол семейный Да И собирается семья Вообще Лучшего занятия Перед Новым годом И придумать На самом деле Сложно Потому что Это настолько Объединяет И можно Всем вместе За большим столом Во время процесса Лепки Вспомнить Уходящий год В общем Это совершенно Классное общение Гораздо лучше Чем пить спиртное И так далее А хотите Я вам подсказку дам Вот если вы В один пельмень Ещё положите Как вариант Морковку Или что-то Я не знаю Это будут счастливые пельмени И кто-то его съест У нас история С перчинкой С перчинкой Да-да С горошинкой перца Да-да-да Такая Ну это и с детства Ещё откуда-то оттуда Что вот Почему-то перчинка Два-два-три-пять-пять-пять-пять-ноль Код города Четыре-девять-пять Давайте так Сегодня Виктор Третьяков Пришёл не с пустыми руками А с тем самым Альбомом Номер двенадцать А мы его возьмём И разыграем Двести-вадцать-три-пять-пять-пять-пять-пять Код города Четыре-девять-пять Звоните Утро доброе Провожаем Рабочий год Двести-восемнадцатый Сегодня в гостях У нас Виктор Третьяков Ещё раз Виктор Утро доброе Здравствуйте Доброе утро Доброе Обещала разыграть пластинку Альбом номер двенадцать Свеженький Вот как раз В 2018 году И вышла А у нас на связи Илья из Нижнего Новгорода Илья Утро доброе Здравствуйте Доброе утро Готовы уже к Новому году? Подарки закупили? Можно сказать Что да, готовы Можно сказать Что да, готовы Ну, давайте так Мы вам ещё С удовольствием Один подарочек Музыкальный От Виктора Третьякова Под ёлочку дадим Если правильно Ответите на Мой вопрос Вы внимательно Нас сегодня слушаете Вообще, да Эфир? С девяти часов Вот как на работу пришёл Молодцом, Илья Молодцом Вы же слышали, да Что в этом году Виктор Третьяков женился Да Вот вам, Илья Надо отгадать А как же зовут Любимую супругу Виктора Третьякова И три варианта ответов Её зовут Зарема А второй вариант Её зовут Валентина И третий вариант Её зовут Лариса Ивановна Как вы считаете Илья Как зовут Любимую супругу Виктора Третьякова? С кем вы вообще Представляете Вот Виктор Третьяков И рядом Может быть Зарема? А может быть Лариса Ивановна? Ну же, Илья Ну же, Илья Или может быть Валентина? Как считаете? Почему-то кажется Что Лариса Ивановна Вам кажется Что Лариса Ивановна? Виктор Анатольевич Да вы направляете-то Илью Что же вы-то молчите Мы же о вас А о вас говорим О супруге вашей Я не знаю Так был задан вопрос Но было уже всё подсказано На мой взгляд Илья Лариса Ивановна Хотела немного другой человек В кинофильме Мимино Этот вариант Отметаем Зарема или Валентина Остаётся Ну же Либо танцы живота Там танцует Виктор Третьяков На ночь Либо гладит По головке Валентина Так Скорее всего Валентина Да точно Да действительно Супруг зовут Валентина Илья Мы вас поздравляем С наступающим праздником Отправляем в Нижний Новгород Тот самый альбом Номер 12 С вас наш тогда слоган Музыки много Шансон 1 Говорите Музыки много Шансон 1 Ура Спасибо огромное Виктор Анатольевич Да Вы сказали Что с эфира Радио Шансон Вы тут же в аэропорт На самолёт Куда летите Рассказывайте Ещё вчера Это было неизвестно Да вы что Вдруг вчера Днём звонят люди И говорят Ребята приезжайте Прилетайте к нам в Сургут Ага Мы говорим Ну никакой возможности Не имеем Потому что утренний эфир Они говорят Ну посмотрите Может есть какой-нибудь самолётик Я смотрю в расписание В 2 часа 10 минут Из Внукова Самолёт летит в Сургут Мы покупаем билеты И поэтому после эфира Вот просто Просто скачками Скачками Садимся в машину И летим Ну в смысле сначала Спешим во Внуково Аккуратно Вот чтобы В 14.10 улететь в Сургут Короче сегодня Мы уже в Сургуте будем Успеете Три балла показывает Яндекс.Пробки Нормальная ситуация На дорогах В январе Вы где появитесь Виктор с концертом В январе Ну во-первых В новогоднюю ночь В барт-клубе Гнездо Глухаря В сборном концерте Прям в новогоднюю ночь Прямо Вот мы встречаем Новый год дома И С Валентиной На концерт Да И в час 30 У меня выход на Ух ничего себе У вас там хорошо Как дела-то пошли Потом я хочу Там уже билетов нету Естественно Да Но вот 3-го числа Мой сольный концерт В том же барт-клубе Гнездо Глухаря Что на Цветном бульваре Дом 30 Там еще немножко Билетов есть Ага Поэтому я всех приглашаю Начало концерта В 19 часов Приходите 8-909-9-55-103-0 Сегодня в гостях В этом часе Виктор Третьяков Еще минут 10 Будет с нами Потом улетает В аэропорт В Сургут Если есть вопросы Задавайте А мы остановимся Пока на секундочку Послушаем новости спортивные Здесь у нас с нами Григорий Александрович Валтвадзе Звездный завтрак А мы решили проводить Рабочий год 2018 В компании С Виктором Третьяковым Кстати песня Самый лучший год Вошла в новый альбом Виктора Третьякова Альбом номер 12 Называется И вышел он в 2018 году Виктор Анатольевич Вам вопрос Мы не договорили О тех местах Где вы в ближайшее время Появитесь Сургут Понятно Москва Понятно Другие города Будете посещать в январе Еще 5 января У меня город Рязань Город Рязань Город Рязань Это кафе Кафе-клуб Старый парк называется Я не помню адрес Но в общем Рязанцы Жители города Рязани И жительницы Да приходите Виктор Анатольевич Когда уезжаете Улетаете Муся и Белка Ваши кошки Они с кем вообще дома Остаются С мамой С мамой То есть всегда при присмотре Да Муся Вообще у нее такая история Ее привезли С Грушинского фестиваля О Я сидел там у ребят За большим столом Ел борщ И вдруг мне Запрыгивает кто-то на спину Оказывается Ребята привезли Из Из города Зеленокумства Котенка И хотели по дороге Собственно говоря Как-то от него избавиться Но не избавились по дороге Привезли на Грушинский фестиваль Этот котенок Запрыгнул мне на шею Да Прямо вот Я говорю Я ем борщ И вдруг Бац Какое-то животное Запрыгивает Мне говорят Третьяков Значит повезешь В Москву Я говорю Ребята не повезу Во-первых У нас уже есть кот А во-вторых Мы на самолете Прилетели Да И тут рядом сидит Нина Филимоновна Висбор Которой к сожалению Уже нет А мы с ней соседствовали Она говорит А я привезу Мы на поезде И они с Галкой Хомчик На поезде привезли В Москву Вашу Мусю Эту Мусю Да Вот Мусю родила Мы там котят раздали Еще дочка ее белка называется Так что у нас две кошки Виктор Анатольевич А почему белка-то Мусю еще могу понять Потому что белая А потому что белая Белая с рыжим хвостом Прилеплена Слушайте Какая красота И мусито трехцветное Но не об этом-то речь А вы провели Юношеские годы В Риге Часто вообще В Прибалтике бываете Часто бываю Я не то что Юношеские годы провел Я там родился Ну да И 30 лет я прожил в Риге И собственно Артистом стал в Риге В 88 году Я в 91 году Приехал в Москву А паспорт латвийский У вас или российский Нет У меня российский Сразу да Когда вдруг оказалось Что надо идти Целовать знамя И петь гимн латышский Я с троевым шагом В российское посольство Я после гражданства Советского Союза Сменил на гражданство России Есть в Прибалтике Какие-то особенные традиции Встречи Нового Года? Да нет Все У нас было все так По-советски По-нашему А вы знаете Что вот я нашла В первый день Нового Года В Латвии Во всех домах Принято разбрасывать Горох Который символизирует Обильный урожайный год Очень может быть Я с этим не сталкивался Это наверное Что-то из истории Когда Латвия была еще такой Крестьянская Рыболовной Республикой А на латышском Можете поздравить Слушателей Радио Шансон С настройкой Лай миго Я вну гаду Счастливого Нового Года Ох Как красиво Слушайте Какие слова Такой язык Еще в эфире Радио Шансон Никогда не звучал У нас сегодня в гостях Виктор Третьяков 8909 955 103 и 0 Задавайте вопросы Обязательно на них ответим Звездный завтрак А сегодня у нас особенное звездное свидание Потому что сегодня у нас в гостях Виктор Третьяков Напомню, что в хит-параде Шансон Года Вы можете проголосовать за песню Виктора Третьякова Клин И возможно 20 апреля Мы Виктору Третьякову с удовольствием Вручим золотой статуэтку радио Шансон Друзья мои, голосуйте обязательно Да, кстати, заказать билеты на Шансон Года 2019 Вы можете прямо сейчас по телефону в Москве 644-22-22 И на сайте концерт.ру Виктор Анатольевич, вы сказали, что весной следующего года Вы отправляетесь в Америку со своими песнями Ну да, в очередной раз Я там несколько раз был А на этот раз меня пригласили на фестиваль Как оказалось, в Америке в разных местах Америка же большая Проходит фестиваль авторской песни Ну, по примеру нашего Грушинского фестиваля А вообще, speak English A little bit Ну да Почему заговорили про английский язык Первая рождественская открытка Она была написана, на самом деле, в Англии в 1843 году Я предлагаю вам прямо сейчас тоже Ну, скажем так, написать праздничную открытую Вы будете поздравлять слушателей радио Шансон Желать им что-то хорошее Но обязательно в вашем поздравлении должны присутствовать Вот слова из того списка, который я вам даю Ну, давайте так, хотя бы слов пять Итак, вы начинаете поздравлять Вытаскиваете по чуть-чуть слова Это слова, связанные так или иначе С символом наступающего 2019 года С символом желтой земляной свиньи И все, что вокруг нее крутится Так, 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 так Итак, начинайте, Виктор Анатольевич, поздравлять слушателей радио Шансон Друзья мои, значит, ну я поздравляю с наступающим Новым Годом Тут столько слов, значит, лужа Значит, чтобы в новом году никогда не сесть в лужу Так, хорошо Шашлык есть только из баранины Отлично Вот, потому что, ну, нам сказали, что вроде как нельзя Да, 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 да Символ наступающего Нового Года Грязь, чтобы никогда не упасть лицом в грязь Ох, какое интересное пожелание Так Розовая, розовая и пятачок Чтобы ваш розовый пятачок всегда был розовым Вот, просто пятак Ну, чтобы было много в кармане пятаков Много-много-много Много-много-много Так Хрюша Вот, чтобы ваши дети или внуки, да, всегда смотрели «Спокойной ночи, малыши» Где присутствует Хрюша тоже наш замечательный Выкрутился, выкрутился, хорошо, идем дальше Вот, хрюканье, чтобы можно, конечно, выпить в Новый Год Но желательно, да, не до состояния Хрюканье Сало Но это кто, особенно украинцы, я знаю, очень любят сало Я сам на четверть украинец, у меня дед украинец, да Мама наполовину, значит, я на четверть Я тоже сало люблю, да? Да, так что, чтобы сало было всегда на столе Давайте еще одно слово из нашего списка Так, 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 животное Чтобы ваши домашние животные всегда были рядом с вами и не болели Ай, спасибо огромное, автор-исполнитель Виктор Третьяков был у нас сегодня в гостях Мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом, всю вашу семью, спасибо огромное, что сегодня пришли к нам в гости Хорошего легкого полета в Сургут и всегда рады дорогим гостям Спасибо большое, всех люблю Приходите на концерты Ура! Ура! Звездный завтрак